Приветствую зрителей на канале, я с вами Смайлсик и мы продолжаем проходить MoveCodeLines. Ну что ж, условия. Их уже побольше, значит серия будет явно подлиннее. Первое должно быть что-то попроще. Так, ну конечно у нас есть функция, и print у нас уже находится в ней. Так, ну и очевидно, что он должен быть здесь, потому что вызовов у нас больше. Так, ну наверное и в принципе-то все. Этого будет достаточно. Так, add10, если 10, то 10. А, ну здесь вот это должно быть. А, вот эти уже без разницы, где они. Хоть тут, хоть тут, хоть тут могут быть. По сути-то все, да. То есть мы выводим только лишь тогда, когда у нас число больше этого значения. Кстати, input у нас пропал. Интересно, он появится дальше или нет. С ним было достаточно весело. Так, ну в принципе, да, здесь по синтаксису нечего сказать, что берется синтаксис от C-sharp, ну то есть всеобразных языков каких-то, потому что есть фигурные скобки, ну и круглые скобки у ифа. Но в принципе они везде одинаковые. Так, ну что ж, давайте сначала вот как-то так сделаем. Так, ооо, 8 значений. Если так. Ну, тут тоже все очевидно. Мы выводим два значения только лишь в одном случае. Так. Если N больше 9, то есть входное значение больше 9. А как я тогда тройку получу? Интересно. Хм. Так, какую-то штуку я, наверное, точно должен выводить вне зависимости от нужного мне значения. То есть, например, вот эту тройку я должен в любом случае выводить. Вот она, допустим. Если у меня уйдет сюда единица, то вот это значение здесь. Но может быть и вот так. То есть, например, если я буду выводить вот это значение. Дальше. 28. И плюс 1. То есть 28 в любом случае плюс 2, точнее. Так, вот это 20, это у нас здесь. Потом 30, 32 это вот здесь. А единица. Папа. Вот у нас и нестыковочка получилась. Так, ну здесь тогда наоборот надо сделать. Вот так. Так, стоп. Нет, секунду. В любом случае плюс 2. То есть вот это у нас идет первое. Плюс 2. А дальше? А дальше какая-то ерунда получается. А, нет, все верно. То есть вот эта штука выводится в любом случае. А вот эта вот выше нее. То есть это не выводится, а тройка у меня выйдет. Так, вот эту вниз давайте. Все равно она должна быть выше. Так, ну здесь вроде все правильно. Немножко хитровато сделано. Мне понравилось. Так, не равно. Равно. Эквивалентно. Так, ну в принципе это во всех языках одинаково. Так, принтов у нас 3 штуки. И 2 пары. Так, ну наверное это внутри функций все-таки будет. Нет. Но ифов у нас несколько. Так. Сложно сказать так-то или нет. Так, ну эти вообще в принципе не меняются. То есть они у нас фиксированные. Вот было бы неплохо тогда замочек повесить. Ну вот на самом деле, вот как это можно было бы сделать? Замочек повесить. Самый простой способ. Все. Итак, 0. 0 это 0 и это не 2. Так, давайте. Это получается вот так у нас, наверное, будет. Это 0. Вот. Здесь логично же все, да? Если это 0. И это не 2. 0. Сначала мы выводим. 0. Да. Далее. Двойка. Двойка выводится. Вот это не выводится. И соответственно... Да, ну да, вот в принципе все. Здесь одна логика сплошная. Да, здесь просто на самом деле. Так. Хорошо. Вот появился, да? Опа. И... Так, окей. Окей. Так, это ниже я не могу, да, поставить? Вот между собой могу, конечно. И все. Ну, с замочками. Вот это решается замочками, на самом деле. Так. И это тоже у нас последнее. Здесь у нас истина. То есть мне нужно правильно x еще ввести. Здесь еще. Так, ладно, создаем переменную x. Она у нас 10. Дальше мы должны вывести значение, которое будет ложным. Ну, вот, например, вот это подойдет. Да. Вот это подойдет, потом мы выводим саму десятку. А потом истина, потому что больше, да. И мы ничего не можем сделать. Хорошо. Здесь можно мешать как угодно. Мы должны сделать две истины. x у нас сейчас 10. Он не менялся. Мне нужно сделать истину и ложь. То есть число меньше 10, например, 3. Дальше число больше 10. Это, например, да даже 10 подойдет в данном случае. Здесь любой вариант подойдет. Мы вывели false. Дальше x не равен тому, что есть. И он должен быть на самом деле равен. А x у нас 10. Так. Ну и две последние истины. Мне нужен такой игрок, который удовлетворит вот этим двум значениям. Ну, классно. Опять математика, да. Нужно ввести такое число. Причем, чтобы и вот это, и вот это выражение у нас приняло верное, корректное значение. Так. Это у нас 10. То есть 13 меньше игрока. Такой игрок, чтобы истина была. 13 меньше игрока. Ну, любое число больше 13. То есть я пока его напишу, то есть, ну, как бы и выше. А здесь у нас, соответственно, 10. То есть 14 меньше или равно игроку. Ну, здесь тогда... Ой, больше или равно. Ну, тогда 14 только. Единственный вариант подходит. Так, стоп. Где-то я что-то не то сделал. Так, так, так. Истина, истина. А у меня false. Это у меня вот здесь. Это первое значение. 3 меньше? Ой, 10 меньше. Так. Секунду. Это... По сути-то одно и то же надо было сделать. А нет, наоборот. Нет, подождите. Вот у нас первые принты. Вот. Принт. Мне нужно и истину. То есть 10 меньше, меньше чего-то там. 11. Вот. Вот. Это я просто невнимательно смотрел, потому что это одно и то же. Так. Положительное. Так, два принта. Но в одном случае, если больше, то положительное значение. Все. А x мы сам по себе выводим. Так. Позитивное минус 9, позитивное 0, минус 3, позитивное. Так. А, else у нас появился. Else. Иначе мы выводим само число. Вот так, наверное, это должно быть. То есть функция, которая говорит либо позитивно, либо выводит само число. Отлично. Так. Давайте поехали. Позитивное. Так, вот у нас еще 0, кстати. Да, тоже он выводится. Он не положительное число. Так, положительное это у нас вот это. Дальше. Минус 9. Это у нас getInt. Мы сами его введем. Минус 9. Дальше. Положительное число. Дальше идет 0. Дальше идет минус 3. И дальше я ввожу число, которое положительное. Так, так, так. Секунду. Мы тут немножко приберемся. Любое положительное число. Давайте даже 1. Да. Так, функция у нас одна. Еще куча ретернов. Так, секунду. А, окей. То есть она у нас что-то делает. В одном случае возвращает значение одно, а в другом другое. Окей. Так, если это больше, мы возвращаем вот это. Иначе возвращаем вот это. Так. Ну, в принципе-то все. А что ты мне не хочешь? Вот это вот двигать-то, а? Как бы не хватает немножечко, да? Нет, print, наверное, какой-то тоже нужен, да? Нет. Нет. Ладно, давайте. У нас переменные создаются. И потом отправляются внутрь функции. А потом мы выводим разные значения. Четыре значения. Так. А, не еще меняю с значениями своими, да? Так, ну здесь очевидно. 3, 2. Инпута у нас нет. Мы должны вывести двойку. Если х больше, return х нет. Мы вот так сделаем, наоборот. Нам двойку надо вывести. Х при этом у нас двойка станет меньше. То есть вот эта функция возвращает меньшее значение. Дальше. Игрок должен быть меньшим значением. А, мы еще и не выводим его, да? То есть, вот если только так, наверное, да? Дальше 7. 7. Меньшее значение это у нас 4. Так, вот это у нас... А если взять большее значение? Тогда... Подождите. Давайте попробуем вот от этого, потому что здесь, ну... Print 1, 2, все. Здесь нет вообще вариантов. Будем исходить из этого. То есть, эта функция возвращает большее значение. Все, мы его просто выводим. А вот дальше идут все необходимые расчеты. Дальше идет семерочка. Так, тройка последняя. Все, здесь тоже... А, нет. Print x. Если x у меня не увеличится, то тогда вот это последняя. x не должна увеличиться. Наибольшее значение здесь. Y. X, Y. X у нас тройка. Y должен быть четверкой. Четверка наибольшее значение от X. В принципе, да, сходится. Это у нас 7. А это 4, да? По идее, все. Отлично. Так, функция, внутри которой, скорее всего, будет какая-нибудь проверка. Также там еще есть ULs. Так, ну и куча принтов. Ну и вот это у нас, конечно же, конечно же, не двигается. Вот это вот все тоже находится внутри функции. Теперь мне надо понимать, что выводить, а что нет. Принтов у нас всегда несколько. Так. Так, P. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Всего восемь. Но выводим мы только два значения. Истина. Так, если вот эта надпись, подняй обязательно вот это. B это ложь. B это ложь. Так. Давайте так. B это ложь. Наверное, так попробуем. Давайте. Нужна истина. Мне нужно вывести слово истина. B это ложь. И подчеркиваем. Истина. А, нижнее подчеркивание всегда идет. Истина. Подчеркивание. Ложь. Подчеркивание. Истина. Да, вот это всегда. А вот это уже значение в зависимости от ситуации. Вот это у нас истина. А вот это ложь. Данное значение ложное. Потом должна быть истина. А следующее ложное. Так. Истина. Это три. Очевидно, чтобы они были равны. Ну а здесь вводим два числа, которые не равны друг другу. Четыре и пять, например. Все. Этого будет достаточно. Так. Стоп. Секунду. А, они равны. Значит, они должны быть равны. Нам же ложь нужно получить. Невнимательность. Так. Функция. Которая, опять же, наверное, что-то выводит. Если тоже. Там же. Ну вот это явно у нас находится где-то здесь. Причем, опять же, порядок. Хотя нет порядок. Смотрите. Все у них меняется. Но вот эти вот точно наверху. Только между собой их нужно будет определить. Так. У нас получается четыре вывода. То есть, что-то должно быть за пределами. Так. Это истина. А вот это выводится всегда. Потому что else у нас нет. Так. Истина. Дальше. Это у нас логическое. И. Так. Вот это идет здесь. Чтобы вот этот false вывести. Дальше. Так. Вот это должно быть раньше. Потом истина. И вот это у нас идет подтверждение данному значению. Дальше. Ложь. А это истина. Да. Да. Хотя нет. По идее. Так это же не Илья. Это Илья. Ложь и ложь. Это все равно ложь. Как я должен истину получить? Если это только не исключающие И. Хотя там только Илья есть исключающие. Ладно. Давайте попробуем. Так. Мне нужно получить истину. То есть, я ввести должен значение, которое больше двух. Ага. Наоборот. Наоборот. Да. Верно. И. У меня же обратное значение. Та. Понятно. Да. Да. Я опять не то. То есть, все. Долго не могу понять, потому что здесь так и так вроде ложь. Но мы-то выводим то, что нужно. Так. Только когда оба истины. Да. Внимательности явно мне не хватает. Так. Если это, то Б не истина. Так. Это у нас начало. То есть, вот это выводится, а это фраза. Так. И вот так. А Б не... Так. Истина. Не истина. Что-то, по-моему, это проще даже. Так. Функция. Так. Else тоже где-то здесь. Print. Так. Ну, понятно. Здесь нас учат. Так. Прочерк у нас есть везде. Так. А else? Так. Один из них, как минимум, истина. А здесь оба ложные. Так. Сначала... Так. Вот у нас false, false. Должно быть вот здесь. И все. Остальное вообще не принципиально. Остальное как угодно. Вот здесь, по сути, идет обучение. Такое таблица истинности. Так. Нижнее подчеркивание. Так. Ладно. Вот это точно в начале. С этого точно можно начать. Так. Если. Если, если, если. Ох, сколько вложенных. Если-то. И вот какой из них к чему относится, уже сложно сказать. Раз, два, три, четыре, пять. 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 Вот. Значит, она выводится всегда. Вот эта штука. А все остальное, ну, как придется. Так. Позитивное. Что позитивное? Конкретней. Положительный х или игрок. Если хоть один из них положителен. А, я понял. Вот так должно быть, наверное, да? То есть, если хоть один из них положителен. Проверяем. Если х положительный, выводим х. Так. Позитивное, да. Если игрок, выводим игрок положительный. В любом случае, хоть одно слово положительное должно выводиться. Если хоть одно из них, хоть один положительный. Так. Но все равно как-то странно. Слово положителен. Все-таки не всегда выводится. Так, 0 Дальше Они же не больше 0 Это вот здесь То же самое происходит Так, первые 0 Дальше x5 5 x равен 5 Так, положительный раньше Должен выходить Слово положительный должно и раньше быть Вот так Положительный x равное Положительный y равное 100 Дальше идет отрицательный Положительный x и y Вот, все Так, тогда подождите Тогда вот это должно оказаться вот здесь Мы перечисляем все положительные значения Так, что у нас здесь Раз, два, три, четыре Так, четыре функции Функции у нас здесь Если у нас все тоже туда куда-то утекают Принты тоже где-то все там Else тоже и вот у нас функции То есть где-то вот здесь у нас все это работает Так, давайте теперь это все разбирать То есть линия у нас обязательно И здесь она нужна для того, чтобы Можно было точно понять, откуда вызов начинается Здесь мы выводим два состояния Ну и заходит у нас тоже два состояния То есть какое-то число И мы в итоге это число с чем-то сравним Здесь она сравнивается Здесь она сравнивается True Ну это просто состояние b Вот оно отдельно Дальше здесь Выводится тоже два состояния Если выводится нет Не выводится больше ничего Если выводится да Выводится все Ну то есть визуально Да, это больше похоже, что оба истины Нет, это значит истины нет вообще никакой А здесь хотя бы одна истина есть То есть у нас нет Это как бы особняком То есть вот у нас здесь есть else То есть оно либо здесь Либо наоборот вот здесь А все остальное в else Так, ну проще else Это вот сюда наверное засунуть Так, и вот здесь У нас получается да Это если и то и другое верно Вот у нас два условия И вот по сути вот это они же То есть логично, что вот это выводится Отдельно А вот эти выводятся в любом случае То есть если мы прошли То есть это не нет То есть вот это да То мы уже дальше расписываем В любом случае Да, выводим только в том случае Если они оба истины Так, здесь Истина ложь Ну допустим, если я их оставлю так То есть икс первый, б Второе Икс первый, б второе То б Фоллс Выводится вторым То это должно быть здесь Во всех остальных А, нет, подождите Оно первое Вот так Вот здесь у нас истина Здесь ничего не выводится То есть мы сюда просто не заходим Сразу вводим ноу И здесь соответственно истина Вот они все истина Ну и давайте смотреть тогда Да, то есть здесь вопрос в том Ну как бы где ноу окажется Наверху, наоборот или внизу Смотрим данную проверку Нам нужно сделать так, чтобы ноу не возник То есть мы должны подобрать такое число, которое Это истина сделает То есть любое число больше трех То есть 4 и выше Нам подойдет 4 меньше 7 Да И еще и б А, б у нас фоллс Значит сюда мы не заходим Выводим истина 4 меньше 7 и ложь Окей, в принципе подходит Дальше Ложь истина То есть мы должны ввести такое число Которое противоречит вот этому Еще и вот это Нет, вот этому оно не противоречит Но здесь любое число большое Значит здесь тоже больше То есть, например, даже 8 подойдет Любое число подойдет 8, 9, 10 и так далее Это истина, это истина Это ложь Нет, наоборот Вот это ложь, а это истина Да Оно проходит Дальше ноу Мы должны ввести такое число, которое не зайдет сюда То есть, например, 2 Нам подойдет Или 1 тоже подойдет Сюда мы не заходим Выводим ноу Так, ну и истина Истина Все должно быть истина То есть мы должны сюда зайти А, ну здесь та же четверка, например, подойдет Вполне Потому что здесь у нас Вот не фолса, а истина Соответственно, по идее Они все должны пройти Ну да В принципе, да Так и есть Последний Три функции Четыре функции Так Нет, вызова, точнее Самих-то функций у нас Меньше Так О, отдельно Ну да, все как всегда Ладно Значит, это все где-то здесь Все внутри функции Else If Else Ну, структура, очевидно, должна быть Первый if, потом else if И потом else Ну и Все, теперь это нужно будет разбросать Первая функция Выводится 0 0 Причем перед ним еще пробел То есть Ну, вот у нас Х зашел Вот это вывелось Дальше выводится единица Это если единица зашла, например Дальше Х больше 0 Больше 0 И снова 0 0 А здесь у нас нет больше нулей Да и Менять мы больше не можем То есть Вот эта двойка У нас находится здесь Х больше 0 Ну, эта фраза-то у нас здесь есть Вот она Х1 То Выводится 1 Ну, я думаю, здесь понятно Почему То есть Это будет выведено вот здесь Эта фраза А, еще и скобки у нас должны выводиться В любом случае Так Где у нас начальная скобка fx Вот Вот это выводится всегда fx, 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 fx Здесь, я думаю, тоже все понятно Далее выводится вот эта строка Либо 0, либо 1, либо x больше 0 И далее все остальное мы тоже должны под это подстроить Так x Здесь у нас 1 И скобка закрывается в любом случае Вот так Это где-то тоже внутри должно быть Тоже где-то внутри Надо только их разбросать Закрывающая скобка всегда Это всегда 1 вывели Дальше 0 То есть Если x больше 0 Тогда где мы выводим? Вот здесь В иначе мы выводим 0 А вот это получается больше 0 Туда заходит 2 Это не проходит Проходит вот это Больше 0 Вот у нас результат И остается только ввести значение Чтобы получить вот это и вот это Так Давайте Одно число, которое решит сразу все проблемы Чтобы у нас вышел 0 А где у нас 0? Вот у нас 0 Ну то есть получается минус 4 должно быть введено Минус 4 плюс 2 Это у нас будет минус 2 Минус 2 А x больше 0? Нет И мы тогда выводим минус 2 И вот здесь у нас пролет Получается Если минус 4 мы сделаем Так А если мы наоборот сделаем То тогда получится минус 2 Минус 4 У нас Да, это больше 0 Мы получили двойку И соответственно Минус 2 2 Ну по идее Да, вот так должно получиться Да Да, отлично Новое достижение И мы прошли условия Ну и дальше у нас получается Условные циклы Хотя обычных циклов не было Сразу условные Ну а значит Счетный цикл 4 будет дальше Ну еще играть и играть Ну а на этом я прощаюсь Тогда Подписывайтесь на канал Если этого еще не сделали Рекомендуйте канал Знакомым друзьям Если Вам хочется сказать что-то В комментариях Обязательно пишите Рекомендуйте другие игры По программированию Ну или может быть Вы хотите узнать о чем-то Всем пока До встречи в других видео Субтитры сделал DimaTorzok